Народ, всем привет! Есть некое убеждение, что тренироваться, заниматься кардио или силовыми тренировками нужно четко через день, по утрам или перед обедом. И только тогда у тебя будет тот результат, к которому ты стремишься. Но на самом деле это только отчасти правда, от очень маленькой части. Да, время тренировки, ее интенсивность, продолжительность, количество раз в неделю и так далее влияют на конечные показатели. И у нас есть несколько видео на эту тему. Но главное это сама тренировка, а не сопутствующие показатели. Да, тут главное придерживаться определенного графика и контроля, как в питании, так и в тренировках. И не будет хорошо, если вы позанимались сегодня в понедельник, а вторая тренировка у вас прошла на следующей неделе в пятницу. Ну, просто потому, что вы были сильно заняты, устали и так далее. Кто-то, конечно, может сказать, что наличие тренировок, хоть даже таких, уже лучше, чем их отсутствие. Но это тоже не совсем верно. Тут как две стороны одной медали. С одной стороны, наличие тренировок в общем понимании, при правильном питании, даст вам свои плоды. Подержание какой-то формы, выносливости, дыхания. Но при несоблюдении режима или определенного плана, это больше можно отнести к дополнительной физнагрузке, чем к полноценным тренировкам и построению своего тела. Хороших результатов вы не добьетесь. При этом, с другой стороны, даже при несоблюдении стандартного и общепринятого плана тренировок, питание с некоторыми оговорками по болезням и особенностями организма, но при четком и сбалансированном графике можно добиться огромных результатов. Именно тех, к каким вы стремились. Может, просто чуть дольше или нужно будет приложить чуть больше некоторых усилий, но результат точно будет. Кстати, если вам понравилось видео, не забудьте поставить лайк, а также подписаться на канал и нажать колокольчик, чтобы получать уведомления. Главное – это четкий план и соблюдение режима, как в питании, так и в тренировках. И неважно, можете вы провести тренировку поздно вечером, рано утром, через день или раз в три дня, может даже два раза в неделю, реже уже плохо. И обязательно придерживаться графика. И я не говорю, что если вы занимаетесь два раза в неделю во вторник и пятницу, например, то обязательно нужно именно эти дни. Если у вас часто командировки или трудности по работе, просто варьируйте тренировочные дни, но чтобы было не меньше двух в неделю. При этом график у людей может быть разный, разные обстоятельства и прочее, но о режиме нужно как бы думать как не о постоянной величине, а как о гибком процессе, но с соблюдением определенных норм. А всякие отговорки, мол, у меня по две недели командировки в разных городах, а потом я две недели дома, что же мне теперь две недели в месяц тренироваться? Нет, надо выходить из положения. В любом городе можно найти любой спортзал и купить там разовое посещение. А еще лучше прийти на знакомительное бесплатное. Залы бывают там при гостиницах, на улице, уже во многих городах есть площадки для воркаута. Да даже у нас на канале вы можете найти полноценную программу тренировок с собственным весом, которую можно выполнять просто в небольшом помещении гостиничного номера. Да, и кстати, также важно правильно подбирать тип тренировки. Если вы можете полноценно заниматься три раза в неделю, даже варьируя эти дни, то для вас отлично подойдет стандартный сплит тренировки на массу с большими весами, с посещением тренажерного зала и полноценной тренировкой на полтора-два часа. Если у вас нет столько времени, есть максимум два раза в неделю, то возможно вам стоит использовать фуллбадди, например, вверх, там и низ с базовыми упражнениями, также на максимальные веса, или же при сушке со средними весами и смотреть в сторону воркаута. При третьем варианте, когда у вас наоборот время есть каждый день, но не более 30-40 минут, тогда можно использовать небольшие изолирующие упражнения на разные группы мышц при силовом тренинге, или общие базовые с небольшими весами, чередуя их с кардио-тренировками при сушке. Главное, следите за своим состоянием, чтобы не словить перетренированность. В любом случае, при любом графике можно найти не только время для полноценных тренировок и прокачки своего здоровья и тела, но и подобрать под себя нужный тип тренировок, график и совместно с полноценным правильным питанием достигнуть больших результатов над работой с собственным телом. В общем, как-то так, народ, если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, читайте нас в Яндекс.Дзене, ВКонтакте, в Инстаграме, все ссылки в описании. Всем удачи, народ, всем пока! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»